И пока МИД выяснял отношения с коллегами, самый главный дипломат колесил по стране. За каких-то часов 10 президент Укаев побывал в двух крупнейших промышленных регионах, Каргандинской и Павлодарской областях. До этого, как вы помните, глава государства ездил в семьи Туркестан и Шимкент. Во время поезда к программу президента почти не меняется. Сначала градообразующее предприятие, затем встреча с местным населением. Что примечательно, с людьми, шахтерами, учителями, врачами, пенсионерами, домохозяйками, то Каев говорит о том, что их волнует больше всего. О зарплатах, об условиях работы для тех же горняков это всегда актуальная тема. О подготовке к зиме, почему бы и нет. И уже между делом о том, что обсуждает Левобережье Астаны, о проводимых реформах. В том числе президент не устает объяснять, почему было решено закрепить за будущим лидером страны один срок в 7 лет. И пусть официально старт еще не дан, но уже можно сказать, кандидат Тукаев вступил в предвыборную гонку. О методах борьбы чуть позже. Для начала предлагаю посмотреть, как регионы готовились к приезду главы государства. Мы же привыкли, что ради больших гостей акиматы даже перестилают асфальт. Были ли старые методы в новом Казахстане, расскажет Леана Жамлиханова. В Карагандинской области, в городе Спутники, в Саране, Касым Жамар Тукаев посетил заводы. Так вот, по дороге от Караганды до этого города практически на каждом шагу стоят полицейские. Вот буквально нас сейчас не пустили проехать прямо до этого города. Развернули и сказали, что можно объехать. И таким образом мы намотаем лишних 30 километров. По трассе Карагандаш из Казган, собственно, куда нас и отправили полицейские, чтобы мы смогли доехать до Сарани. Стражи порядка пропускают только легковой транспорт и общественный. А вот грузовые автомобили все стоят и не могут проехать дальше, их не пускают. А вы долго здесь стоите? Нет, хочется. Полчаса стоите? А почему стоите? Не знаю, вот там гаишник стоит. А что говорят? Дорога ремоторная. Ну как, я везу дистопливо, мне, наверное, надо побыстрее. Бесполезно. Грузовой транспорт не пропускаю, не пропускаю. Возможно, так дорожная полиция пыталась разгрузить трафик. Только вот в то время, когда дальнобойщики скучали в очереди, президент уже давно уехал в Караганду на встречу с общественностью. Даже после того, когда это стало известно, полицейские задержали водителей фур еще на минут 20. Видимо, из принципа, о котором говорят, лучше перебдеть, чем недобдеть. Это район РТИ в Саране. Здесь на территории находится завод по производству автобусов. Его также посетил президент Касымжумар Токаев. Посмотрел на производство и встретился с коллективом. Вживой президент, конечно, выглядит намного ярче, чем по телевизору. Мы очень рады, что он наконец-то приехал, посетил нас, потому что я работаю с самых истоков на этом предприятии автомаляром. Кому все понравилось. Много не разговаривали, особо не готовили. Ну, в смысле, как вот. Ну, естественно, подготавливались, но речи не заучивали. Опрятно чисто оделись. Все. В самой Караганде президента ждут тоже. На дорогах огромные пробки. Многие светофоры отключили, они не работают. На перекрестках стоят регулировщики, но это не помогает. На самых оживленных улицах образуются огромные пробки. Водители не выдерживают, разворачиваются, едут обратно, ищут другие пути, сигналят, нервничают. Давно стоите? Ну, я, в принципе, может, минут 10. Ну, вообще, да, непривычно. Потому что, ну, вроде как, всегда непроходимое, получается. Ну, как, свободное движение, а тут прям пробка на этом месте. Кто-то приезжает, наверное? Конечно, напрягает. Я просто на похороны опаздываю, неудобно получилось. Новый асфальт, остановки или же бордюры. Ничего такого в этот раз к приезду президента не было. Руководство города особо не готовилось, не считая небольшого переполоха на дороге. Президент приехал тихо, так же тихо и уехал. Без особых глобальных подготовок. Асфальт нигде не меняет? Не видела ничего. Такого не наблюдал. Не слышали, что президент приезжал? Нет, нет, нет. Нет, не слышали. Нам же не говорят. Нет, у нас всегда чисто. Саран очень красивый город. Между тем, жители области делятся в социальных сетях кадрами, на которых рабочие расчищают дороги лопатами от самых мелких камешков. Что ж, если камни собирают, значит, это кому-нибудь нужно. Леана Жамлиханова, Иркиолан Тойболдин, Студия 7.